МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко о главных темах выпуска. В России их миллион. Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских десантников с праздником. В аэропорт с ветерком. Сегодня в Самаре запускается новая электричка до аэропорта Курумыч. Ударили рейдом по бескультурию. Как отдыхают в парке Щорса, проверили полицейские. Около миллиона десантников страны отмечают сегодня день ВДВ. Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских военных с праздником. Глава региона подчеркнул, ВДВ – это гордость элита вооруженных сил России, олицетворение ратной доблести российского воинства. Принадлежность к голубым беретам означает надежность, выносливость и высочайший профессионализм. В жизни каждого человека, прошедшего суровую школу воздушно-десантных войск и взявшего на вооружение девиз «Никто кроме нас», служба в этом роде войск оставляет глубокий след. Глава региона пожелал воинам-десантникам, ветеранам ВДВ, всем жителям области крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой, успехов в службе и труде во имя нашего любимого Отечества. День воздушно-десантных войск Самара отмечает с размахом. Торжества начались утром. В город прибыл командующий ВДВ, Герой России Владимир Шаманов. Он возглавил делегацию вахты Героев Отечества. На празднике работает наш корреспондент Олег Зверев. Ему слово. Сегодня Россия чтит элиту вооруженных сил, крылатую пехоту, воздушно-десантные войска. Торжества в честь 86-й годовщины создания ВДВ проходят в каждом городе России и повсеместно идут мероприятия с участием ветеранов и военнослужащих ВДВ. Сами голубые береты относятся к своему празднику очень трепетно. Для них это семейное торжество, встреча с армейскими друзьями. В Самаре сегодня особо торжественный день ВДВ. Город встречает вахту Героев Отечества. Делегацию возглавил командующий ВДВ России, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов. Торжества начались в 10 утра на площади памяти. С торжественного митинга и возложения цветов к мемориалу воинам, погибшим в локальных конфликтах. И сегодня воздушно-десантные войска – это не просто элита нашей армии и нашей страны. Это надежный щит национальных интересов. Самара внесла особый вклад в становление воздушно-десантных войск. Именно в Кубишеве в военные годы было открыто первое в стране парашютно-десантное училище. Двое его выпускников стали героями Советского Союза. И именно в годы войны родился всем известный девиз воздушно-десантных войск. Никто, кроме нас. Действительно, этому подразделению приходится выполнять самые ответственные задачи, порой невыполнимые. Зарекомендовав себя как одно из самых надежных подразделений, на протяжении почти векового срока братство крылатой пехоты ни разу не подвело своего высокого звания. Сегодня голубые береты являются символом мужества, стойкости, справедливости и огромной любви к родине. Еще одним центром торжеств стала площадь славы. Здесь прошел торжественный митинг у мемориала вечного огня и горельефа «Скорбящая Родина-Мать». В числе участников церемонии отряд Самарского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», созданного по распоряжению министра обороны России Сергея Шойгу. Также в программе показательные выступления 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, выставка техники и оружия, выступления по армейскому рукопашному бою и соревнования по армлестлингу. Для гостей праздника приготовлено немало сюрпризов, в том числе солдатская каша, спортивные соревнования и большой праздничный концерт. До аэропорта с ветерком. Сегодня на железнодорожном вокзале запускается новая электричка до аэропорта «Курумыч». Аэроэкспресс оборудован по последнему слову техники. В нем сделано все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно на протяжении всей поездки. Электричка состоит из четырех вагонов повышенной комфортности. Внутри удобные кресла, кондиционер и экологически чистые туалетные комплексы. Всего по маршруту Самара аэропорт «Курумыч» будут ходить четыре пары поездов. График движения составлен с учетом расписания рейсов в аэропорту. На железнодорожном вокзале сейчас работает наша съемочная группа. Я передаю слово корреспонденту Валерии Макаровой. Вот эта электричка сегодня отправляется в новый рейс до аэропорта «Курумыч». На маршруте будет четыре остановки, кроме конечных. На станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная. Весь путь займет 76 минут. Высаживать пассажиров будут около старого терминала аэропорта. До нового здания можно будет добраться на автобусах. Наша съемочная группа сегодня первыми оценит удобство маршрута. Подробный репортаж смотрите в наших вечерних выпусках. Выкинуть в урну недопитые бутылки с алкоголем и покинуть место отдыха – такова участь пойманных нарушителей общественного порядка. В рамках проекта «Территория без наркотиков» Департамент общественной безопасности совместно с правоохранительными органами проводит рейды на выявление лиц, употребляющих алкоголь в общественном месте. Вместе с ними на страже безопасности нашего города побывал и Андрей Горгуленко. Раньше парк имени Щерса сложно было назвать местом культуры и отдыха. Жители соседних домов выходить на прогулки по вечерам не решались. Это было небезопасно. Но в последнее время патрули сотрудников полиции и добровольцев народной дружины ситуацию значительно улучшили. Порт неплохая обстановка. По крайней мере, она стала лучше, чем она была. Гораздо стало чище, спокойнее. То есть уже нет таких вот хулиганств, которые были когда-то раньше. В Самаре администрации регулярно проводятся профилактические рейды в тех частях города, которые ранее вызывали беспокойство у горожан. Курить и употреблять алкоголь в общественных местах давно запрещено. А потому участники рейда относятся к нарушителям очень строго. Вы убираете пиво или сейчас выкидываете его прямым, или сейчас уберете его и выкрутите от него. Прямо сейчас. Железнодорожный район стал третьим, где проводятся такие рейды. Департамент общественной безопасности отмечает, в районах, в которых проверки уже проводились, распивать спиртное на улицах стали гораздо реже. Граждане Самары, они стали меньше пить, употреблять в данных местах, где проводятся рейды. И я думаю, мы положительно будем влиять на состояние наркотизации и алкоголизма в городе. Сотрудники полиции и Департамент общественной безопасности призывают всех соблюдать порядок, в общественных местах не пить, не курить и не мешать другим отдыхающим. В обратном случае вы не только испортите себе отдых, но и заработаете штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. Роспотребнадзор не рекомендует купаться на пяти самарских пляжах. Специалисты исследовали 93 пробы воды в местах массового отдыха горожан. По результатам анализа не соответствует гигиеническим нормам по микробиологическим показателям вода на пляжах в районе загородного парка, первой очереди набережной от Ленинградской до Вилоновской, второй очереди набережной от Маяковской до Первомайской, а также у спуска улицы Советской Армии и Уладьи. В заливе озера Байкал водолазы нашли тело 54-летнего жителя Самарской области. Почти сутки поисками пропавшего занимались полицейские спасатели. Задействовали четыре человека и катер. Ближе к вечеру 1 августа тело мужчины из озера Байкал подняли водолазы. Причины трагедии устанавливаются. В Самарской области утверждены новые величины прожиточного минимума. Для трудоспособного населения он составит 10 755 рублей, для пенсионеров 7 751 рубль, для детей 9 785 рублей. В связи с этим гражданам, получающим субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, будет автоматически произведен перерасчет размера получаемой субсидии. Введение повышающего коэффициента за коммунальные услуги в регионе для тех, кто не установил приборов учета, отложено до 2019 года. При этом, согласно федеральному закону, все жители страны при технической возможности должны были установить счетчики воды, тепловой энергии и электроэнергии до июля 2012 года. В большинстве муниципалитетов, кроме Тольятти, Сызраникинеля и Новокуйбышевска, действуют старые нормативы потребления холодной горячей воды. Новые нормативы уже разработаны и утверждены. В Самаре откроется первая аэрокосмическая школа. Она будет действовать с 1 по 10 августа на базе Самарского национального исследовательского университета имени Академика Королева. Участниками проекта станут более 100 талантливых детей из 17 регионов России. Приедут также участники из Конго, Мексики и Узбекистана. Ребята, достигшие наилучших результатов в своих секциях, по итогам обучения в летней аэрокосмической школе будут защищать собственные проекты и получат дипломы. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok